всем приветики с вами канал артмания и нахожусь я у мамы посмотрите нахожусь я у мамы зимой у меня в садик пошел второй раз мы переболели инфекция 5 и он пошел садика я пошла к маме и хочу маме сегодня подарить подарки потому что она мне очень очень хорошо помогает не понравились прошлый раз вот эти вот конфеты 200 рублей 209 рублей они стоят сейчас я купила маме и потом я куплю мы с вами сделаем обзор я знаю что они очень вкусные называются они вишня владимировна а есть еще такие были раньше вернее вишни ой конфеты грецкий орех сергеевич столько кто-то они мне просто безумно нравятся полотенны но видимо никто не покупал они пропали пирожочки косички взяла такие вот покушать себе я кушать хочу пила маме степ из них я хочу выложить сердечко небольшое даже много взяла что ли еще такой вот маркет он 100 рублей стоило там по-моему акции что я хочу тоже себе такие с клюквой купить попробовать мне кажется вкусно маме взялась миндален взяла такие шоколадки кстати были по акции 60 рублей но что-то смотрю у меня в электронном чеке они вообще-то там получились две шоколадки по 260 рублей хотя я проваливалась написано что акция но я чувствую что у меня получилось довольно много хотелось не считались чек для баллов перекрестки но мне его не дали сказать что мне не положено сегодня вот и купил такие не знаю хотел тоже себе таки купить там состав хороший попробовать вместе с вами но не знаю посмотрим в комментариях напишите надо не надо сегодня вот такие вкусняшечки будем с вами раскладывать маме так они получились вот и это будет сегодня первый день а завтра хочу второй день я уже хочу такие вот маленькие конфетки купить много и как прошлом году помните мы с вами раскладывали маме во все во все щели куда только возможно это приятно ходить конфеты каждый день представляете хочется сладенького залез куда тхоп нашел у мамы новый фен купил я даже заметил вот короче так вот сейчас будем прятать окно смотреть вот такие вот у нас сегодня подарки с вами вишенка так мы все вместе вышел 700 рублей с мелочью честно говоря я даже немножко фигела на кассе я думал что-то поднимут дешевле дед вот 200 тут 70 с чем-то тут по 60 якобы должны быть тут 100 сколько у меня рука захватила 102 что ли ну видимо до 120 где-то до 200 300 здесь где-то 400 500 600 не знаю откуда еще 150 всего 100 непонятно так вот из этих я буду делать сердечко хочу сделать на столе вот так вот посередине я поставлю вот эту сюда это на столе будет когда она домой зайдет она будет вот это сначала это я поставлю на шкаф то есть она придет домой откроет шкаф чтобы переодеться и увидеть вот эти вот конфеты ей будет приятно очень-очень так а вот эти вот ведь это вообще планировала завтра прийти вот эти вот две разложить но я подумал что может произойти все что угодно у меня может ребенок и заболеть за один день наверняка подцепить что-нибудь я могу завтра уже не прийти вот поэтому живем пока когда ребенок ходит в садик мы живем одним днем вот поэтому она тоже где-то разложу и еще вот эту вот эту я даже не представляю до положить ну куда-нибудь час найду вместе с вами положим смотрите получилось у меня вот так конфет хватило еще даже две штучки осталось воткну так красиво мне кажется она увидит что тут сердечко такое красивое так это у нас вот здесь вот поместилось здесь как раз у нее такой всякое пассивное белье она когда приходит она открывает вот здесь и начинает раздеваться все там складывают и вот тут тут у нее вот конфетка она увидит скажет натусик приходила вкусняшки принесла вот и будет приятно так как тут я с хвостиком чтобы волосы не мешали одну здесь положила степь приятно смотрите кстати панель как а мама чистая белоснежная прям белая белая тут тоже смотрите индукционная плита она очень быстро там рисунок кипит кастрюлька закипает здесь смотрите у мамы какой цветочек искусственный что ли или нет еще думаю одну шоколадку поставить туда на сегодня у нас очень такой теплый денечек поэтому даже не знаю наверно нет попозже как-нибудь сделаю у нас получается в зале то есть одна вот тут спряталась не знаю заметится на или нет наверное заметит возле наших фотографий мой дедушка молодой с бабулей который вы часто видите кстати она молодая посмотрите какая была красивая красивая такая прическа аккуратненькая вот одна здесь другую я тут положила у меня прям все сработало такое вот другую положила здесь она вечером будет включать телевизор потянется сюда рукой наткнется на шоколадку вот и последнее я подвесила подвесила вот сюда смотрите бантиком так ее закрепила ну вроде она ничего что белье уже сухой скорее всего она вечером будет зайдет сюда чтобы его снять и увидит такой подарок висящий небо к нам все-таки не зря и взяла потому что я сомневалась брать или не брать но потом решил взять у нее состав такой хороший она вот на вид вот здесь вот якобы вкусная потом у нее спрошу вкусно или нет и с вами сделаем обзор если хотите обзор пишите ставьте лайки давайте поставим лайки наберем здесь 15 лайков если наберется то будем делать обзор на эту кузняшку конечно пишите наташ а то есть на туз как-нибудь там хотим обзор на вот эти вот называются они варварин варварушка что ли как то так короче мармелад апельсиновый вот это у нас с вами только первая часть в этом же ролике будет и вторая часть как бы раскладывать конфеты но для меня это будет завтра для вас это будет через секунду уже так снова всем приветики сегодня у нас второй день все те вкусняшки которые мама нашла вот они конфетки было кажется получилось вообще очень интересно могут прихожу я домой и вижу вот это вот из них сделанное сердечко на столе будет мне так приятно стало потом дошла на вот эту ну не помню какой порядок потом будет пошла снимать белье помните да то есть вот это у нас висела на балконе подвязанное вместе с бельем вот пошла начинаю снимать то есть она и не сразу заметила начала снимать 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 ба смотрю висит коробка конфет вот так была удивлена но так приятно было представляете вот они самые такие подарки да это как бы выходит в приличную сумму ну такой 700 рублей тут 209 75 99 тут около 100 получилось и шоколад включая телевизор мы же не помните вниз туда засунули вот включая телевизор и нащупываю шоколадку так необыкновенно так необычно то есть ну такого я еще первый раз вот только зашла и сегодня у нас с вами вторая часть 2 перелетаем тадам наши с вами конфетки которые мы должны рассувать по всей квартире здесь я взвесила целый килограмм еще хочу хотелось бы их конечно пересчитать плюс еще вот эти вот ветры то есть эти три конфетки будет означать для мамы то что я распрятал как всегда она уже перестала те конфеты находить уже полгода каско хотя прошел год кстати мы с вами вчера еще сюда засовывали она уже нашла вот и мы должны по всему кухонному гарнитуру то есть вот тут рассувать наверху все где-то там вот но обычно я так всегда и делаю за рамочкой то есть фотографии фотография картин кстати это моя картина вот там меня видно даже показать из шерсти я на теплоходе делала прошлом году что ли позапрошлым не помню так мы холодильник не обязательно хотя хотя кстати можно да тоже вот и там тоже по всей квартире тут у мамы фото обои какая красивая смотрите кстати это фото обои ну прям была очень очень дорогая не стоило целых 7000 представляете 7000 и плюс к этому то есть швы вот они видно из тяжело было подобрать они не сходились вот тут что картинка сошлась они не сходились вам заказывала на сайте то есть вот тут где-то вот кстати видно даже было и в конечных приклеил вон мастер сделал большие погрешности что-то не моющиеся видимо что ли короче клея остался не оттереть вот там не очень красиво и сейчас будем рассовывать их время уже 12 у меня очень очень мало времени там в сегодня очень теплая погодка и я хочу погулять сегодня последний день солнышко завтра уже будут дожди и мы с вами начинаем поехали так конфеты я пересчитала 78 конфет прошлый раз у нас получилось с вами 60 в этот раз 78 здесь у нас вес килограмм и 60 грамм хотя кстати они очень легкие не похожи на килограмм если взять килограмм сахара то он реально тяжелый здесь не похоже но весы показали килограмм вот не знаю плюс упаковка как раз ровно килограмм получается и прячем такой на эти похож на новогодний какой-то подарок кстати очень вкусный вот эти вот эти вот очень вкусные мне понравились вот эти понравились это ну средненький так себе вот эти самые вкусные смотрим какие конфеты вот бы каждого знаете я желаю вам каждому чтобы у каждого была такая гора разнообразных конфет из фикс прайса для ваших любимых на вид понравилась конфетка такое желтое золото она сама по себе очень красивая но на вкус не очень не айс так так покажу вам как я прячем эту мы положим сюда она постараюсь поднимает а тут конфетка классно классно так эту это а там она была что ли голая полба я думала там это запрет на тонбу в кастрюле вываливается копы выводится что-нибудь так предыдущий конфет я пока что не находила сюда одну положим холодильник я уже одну штучку положила мешки смысла нет за потерять вот кстати вот эта штучка мне нужна так что ж такое не закрывается так тут сумная там вот какое-то место есть здесь что у нее а перчатку забросить по-моему я так уже делаю а нет ведь она перчатки не одевает она может просто взять так там у нас по-моему мусорка по-моему я начала класть так сюда сюда ууу какой мят вкусный ням-ням она любит такие детские бутылочки да такие смотрите напишите в комментарии у каждого такого бутылочка из-под кока-колы но она действительно иногда нужна правда так сюда вторую вот сюда положу открывает такая но она сразу не заметит не сразу заметит такой хороший шкафчик кстати шкафчик такой прям очень вот узенький так здесь вот я только вот эти конфеты оставлю на виду это будет означать что их много так вот здесь я положила там там положила в лифчике тут под носочками она возьмет носочки и удивится еще в носок наверно потом положу здесь вот матрасик у матрасика она выскочит упадет у нее правда это уже будет Дима так одну в кармашек а вот в эту куртку я зимней у нее она зимой как раз оденет и увидит так длинненькую конфеточку положу вот сюда вот она сюда положу так сюда видно что ли туалетную бумагу поднимет она вот тут еще положила в прошлый раз я вот тут тоже клала конфетку она очень долго лежала она я не замечала вот очень очень долго так здесь я привет привет одна здесь вот что-то даже в ванну я еще не представляю куда можно положить тут довольно тепло поэтому ладно пока так так вот здесь вот вчера помните мы клалили тоже конфетку с вами мама говорит кручу я велотренажер смотрю ну представляется вот отсюда вот так сидишь смотришь видите эту конфетку и говорит вижу а у нее среднее еще такое плохое немножечко похуже чем у меня вот кручу кручу велотренажер смотрю не пойму что такое там да что ж там такое ира мама надо было мне ножки приделать еще как будто паук сидит она же темненькая здесь то она белая а там темненькая я не пойму что ж такое думала думала пока крутила докрутила подошла бааа там конфетка вот так одну маме сюда под этот не стал а то сеть на нее не заметит ой я уже по-моему мне кажется все углы просто положила нашла предыдущие прошлогодний конфетка вот тут вот лежит и вот здесь она лежит две штуки осталось ну тут она почти не лазит но я положила вот сюда одну там когда будет праздник она будет заваривать чай а здесь когда она пойдет начнет краситься соберется положила и все что ли да по моему здесь все потому что она тут почти не лазит я ничего больно ой так здесь я положила вот тут сверху она не особо заметна здесь между каш так там в чашке я хотела мне кажется я в прошлом году наверняка туда клала в чашке наверняка она не нашла что такое браун тут какой-то а это вот вот так здесь среди масок здесь вот тут она мне кажется она незаметна когда-нибудь она не найдет как будто здесь просто что-то лежит такое вот а то сразу все найдет там в конце если она пыль когда будет протирать так так здесь тоже вот одна конфеточка так вот здесь вот смотрите положила я в катушечку такая широкая прямо она возьмет и она тут оттуда выскочит здесь вот сбоку то есть ну все разложила одну кстати спрятана шоколадка была там спрятана я спрятала одну вот она видна зеленую конфетку когда-нибудь она она будет в принципе пыль протирать подымет и там конфетка лежит одну еще положила туда ну короче везде распрятала у меня еще осталось довольно много здесь вот две штуки ну остались короче еще в коридоре может быть по карманам рассую может быть вот еще остались чуть-чуть совсем уже не так много кстати как было так все оставляем вот так а ну может быть сейчас еще по кухонному а наверху уже я еще не ссувала сейчас рассую так одна еще здесь она когда подойдет с утра посмотреть сколько градусов так одна вон там в уголочке в самом уголочке неплохое зрение долго думать стоять что же это такое когда увидит конфетка одна кстати вот отсюда заметно тоже на балконе стоит там ну там получается с этой стороны лоджии с той стороны посередине там стена то есть вот эта вот стена и с той стороны тоже стена так по кухне я все уже рассувала здесь в комнате в принципе тоже одна белая лежит вон там на балконе так вот она белая ее почти незаметно не знаю заметится она ее или нет то есть вот она получается стена то есть та получается за стенкой одна здесь вот за картину вот здесь кстати оказалось очень много конфет так под зарядкой робота-пылесоса одна когда она поднимет эту зарядку а там окажется конфетка так там я одну положила ну здесь вот комнате как-то все просто здесь сложнее что-то спрятать а здесь вот тоже я спрятала здесь короче везде здесь здесь да она вот тут у нас лежит да вот одна она сядет крутить смотрите видит одну и потом смотрите вон там вон тоже торчит конфетка она будет долго смотреть и думать что это такое а там пытается залезть под кровать короче будет очень-очень весело и одну я еще спрятала вот тут вот подойдем давайте вот тут вот тут-то такой образовался непонятный карман прям такой вот какой-то карман вот она пускай тут лежит у нас она даже не заметится она сядет рядышком и она просто выскочит наверное скорее всего ну блин не знаю короче мне очень-очень весело мне очень смешно особенно вот тот момент под кроватью ну там да рядом с кроватью то есть в принципе я уже рассувала практически везде у меня осталось всего четыре конфеты которые я не знаю просто куда уже воткнуть то есть ну 60 конфет я помню в прошлом году это было много реально много я уже не знала куда втыкать сегодня там сколько я уже не помню 80 да с чем-то я тоже уже не знаю я уже и тут воткнула и тут вот и там тоже и тут все повтыкала и я хочу куда-то а вот наверное туда я сейчас на дверь положу с той стороны с маминых комнат она будет вечером ложиться спать закроет и на нее вслепнется какая-нибудь конфеточка наверняка вот положим вот это вот коричневое вот а еще вот тут я наверху положила там положила не знаю дотянусь и ой заметная но не настолько ладно ой блин я так весело прям я не могу у меня так настроение поднялось вот честно знаете я когда маме делала такой вот интересный подарок я все время мечтала вот бы мне кто-нибудь пришел бы и конфеты распрятала по всей квартире блин это наверное очень весело когда ты не знаешь забываешь настроение плохое да пришел уставший с работы открываешь шкаф а там конфетка или хочется сладкого блин надо магазин открываешь какой-нибудь шкаф а там конфетка представляете мне кажется это так классно напишите в комментариях вам понравился такой сюрприз если бы кто-нибудь вам так сделал напишите понравился или нет бы и также напишите вы бы сделали такой сюрприз кому-нибудь из ваших родственников или подруг что-то еще хотела забыла или может быть не сделали почему расскажите а еще под кровать кстати можно будет поломать под кровать а там где-то гантели у нее точно гантели гантели там у нее где-то гантели лежат где они не видать что-то под кровать вообще пусто ба а у нее всегда лежали она не знаю где ура я все короче разложила все конфеты наконец-то посувала где только возможно кровать я не трогала потому что она может лечь ее придавить в смятку конфета решит вылезти потом там ну короче не стало в ее комнате тоже не стало обычно мы с мамой друг к дружке кладем под подушку коробку конфет мама мне я помню еще ребенком была периодически клала иногда вот ну там день рождения какой-нибудь я тоже клала но в этот раз я под подушку ей ничего не клала как-нибудь какой-нибудь денечек попозже немножечко приду к маме домой и положу коробку конфет под подушку ну она мне часто она мне очень хорошо помогает продуктами там то есть вот и я чувствую себя честно говоря должна я не могу принимать какие-то подарки как должное не знаю не могу я вот от человека принять даже от родного человека просто взять денег просто взять допустим она дает допустим взять и все я чувствую что я должна их вернуть я не могу вот так вот поэтому вот я делаю маме такие интересные вот видите блин туда можно прямо прятать что-нибудь класс ну-ка блин ай больше нет конфет что делать то а ну ладно фиг вообще-то а то это примнется там или лучше вот давайте лучше вот это вот положим вот сюда такая торчит отсюда из норки как будто она хорошо упакована она хорошо упакована как будто из норки там торчит кто-то так вот вообще офигенно вот ну короче не знаю такой я человек все почему-то считают наверное что я как должен и все принимаю не знаю ну некоторые из нашей семьи но я так не могу мне надо обязательно человека отблагодарить ну блин не знаю ну такая вот я вот не могу взять у мамы денег просто так не знаю как-то мне стыдно что ли я даже не знаю поэтому вот я ее отблагодарила как бы у меня своих денег нет я не зарабатываю в декрете сижу естественно ей деньги она не возьмет от меня а вот такие вот подарки ей будет приятно то есть вчера ей было очень сильно приятно она позвонила мне она была очень добрая она навсегда добрая вот и я решила вот вчера уже запланировала все купила сделала с вами обзор на все конфеты и разложили мы вместе с вами в прошлом году был такой же ролик вам очень он безумно вам очень понравился он вам реально очень зашел и в этом году у нас с вами снова такой же ролик выйдет правда с большим опозданием было в середине лета а сейчас уже у нас осень вот а пока он выйдет наверное будет совсем осень кстати такие фотографии висят очень классно ну тут как раз мы с Женькой свадьба наша тут все родственники Женя тут вот я камера сразу меня нашла почему-то ну-ка а тут нас обоих нашла я думала уже камера мое лицо знает меня нашла так быстро вот такие фотографии кстати очень прикольные ладно не буду вас забалтывать а то мне кажется у нас ролик сейчас получится длинный напишите в комментариях понравился вам такой ролик или нет над кем нам еще я кстати думала прикольнуться так же над свекровью но мне кажется она не поймет находить конфеты в разных местах она не знаю даже мне сложно сказать они не настолько люди с юмором то есть у них юмора вообще нету пошутить посмеяться такого не принято у них в семье а у нас в семье это постоянно шутить смеяться там пошутить там я не знаю просто посмеяться прикольнуться что-нибудь такое вот у меня мама сама по себе такая и я такая же то есть и бабуля периодически бывает и Дима такой же то есть у нас это обязательно должно быть без этого ну я не знаю как без этого жить просто будешь наверное в депрессии постоянно вот ну естественно вот кстати я ничего не положила сюда на балкон потому что тут жара кстати вон там ведро у нее но я не стала класть знаете почему потому что я сдвину вот эту штору и когда она придет домой она сразу поймет что здесь была я а так она может еще не сразу заметит пойдет сначала приоденеться а потом ну не знаю короче у меня в планах есть прийти еще раз немножечко попозже когда чуть-чуть это пройдет через 3-4 недельку через месяц может быть когда Дима снова пойдет в садик или будет продолжать ходить уже немножечко другой у меня будет сюрприз но это вместе с вами все пишите мне в комментариях какие какой сюрприз дело с моим какие конфеты есть в следующий раз купить сколько конфет купить обязательно пишите мне будет приятно ставьте лайки с вами был канал артмания смотрите другие ролики предыдущий ролик в прошлом году как мы с вами раскладывали интересно она будет в конечной заставке и всем пока 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 пока